Здравствуйте, меня зовут Татьяна Курлович. Приветствую вас на канале Процветок. И сегодня мы с вами поговорим о рододендронах. Маленький кустик, постепенно наращивая ветки, вырастает в огромный куст. И вот за таким кустом, конечно, нужно ухаживать. Ну, уход для рододендрона, в принципе, не вызывает сильных таких затрат и времени, и материальных. Но, тем не менее, он необходим. Рододендрон способен сам по себе формировать красивый куст. Но часто у молодых растений оголяется нижняя часть. Но потом всё-таки растение восстанавливается. Ну, ещё, конечно, форма куста зависит от сорта. Какой-то растёт прямо, какой-то может быть раскидистым. Есть низкорослые, есть раннецветущие, есть позднецветущие. Но у всех рододендронов рано или поздно начинается отмирание ветвей, как и у всех кустов. Потому что у кустарников часть веток старится, и они заменяются новыми. То же самое наблюдается и у рододендронов. Поэтому ежегодно на своём участке желательно осматривать кустики и просто осуществлять санитарную обрезку, для того, чтобы они имели красивый внешний вид. Ну, а также удалять старые такие уже ветви, которые засохли. Они могут служить источником заражения растений, болезнями, накоплением здесь всякой заразы для растений. Поэтому просто нужно пройти с весны, когда есть время осмотреть кустики и обрезать. Вот все такие, видите, вот здесь мелкие такие. Ну, мы их аккуратненько берём и вот так вот удаляем. Есть, вот смотрите, внутри куста ветки поусыхали. Так, тоже, чтобы куст имел красивый вид и не было вот этого накопления всякой заразы. Мы их тоже аккуратненько все секатором вырезаем, осматривая кустик. Ну, и потом, естественно, это всё нужно собрать и сжечь, чтобы не хранить инфекцию. После того, как обрезали ветки, растения, ну, можно подкормить. Ну, тоже рододендроны кормить желательно в определённый период. Вот до того времени, пока не распустились цветки и рододендрон не отцвёл, желательно удобрения не вносить, потому что, особенно если вы переборщите немножко с азотными удобрениями, растение просто сбросит бутоны, оно расти будет, но мы же эти кустики выращиваем именно ради красивых цветов, а мы вот этого удовольствия от такого великолепного растения, цветущего, не получим. Поэтому всё нужно делать вовремя. И удобрения вносить, вносить небольшими дозами, аккуратненько, но именно после цветения, потому что у рододендрона после того, как закончится цветение, вот есть часть побеги, видите, с бутонами, такие крупные, как шишки прямо, а часть вот уже трогается в рост, это вегетативные побеги. Каждый год вот идёт нарастание, вот два сезона, вернее не два сезона, а две волны роста за сезон. Вот видно на побеге, вот одна волна была ранней весной, потом летом начинается второй рост, и вот вторая волна, и к концу сезона идёт закладка вот именно цветковой почки, бутона. Может цветки не заложиться, могут заложиться вот здесь, видно, вегетативные почки, вот здесь видно, вот здесь. И вот они тоже начинают расти. Так вот после того, как рододендрона цвёл, мы его подкармливаем, и тогда растение, получив питание, начинает выгонять хорошие, крепкие вот эти побеги. Если мы внесём удобрение сейчас, когда растение начинает цвести, оно всю энергию отдаст у рост побегов, а бутоны просто сбросит. Один из ещё таких важных приёмов по уходу за рододендронами, это удаление отцвёвшихся цветей. Вот после того, как растение закончило цветение, видно, вот образуются такие стручки, в которых развиваются семена. Так вот здесь видно, что кустик отцвёл, и он буквально весь вот в этих вот сосветиях отцвёвших. Дело в том, что сейчас будет питание основное подаваться вот к этим развивающимся плодам, и будет забираться много питания от растения. Естественно, будет хуже рост. Для того, чтобы ваш кустик был красивым, хорошо рос и хорошо выглядел, если вы не хотите размножать дальше вот эти растения семенами, то желательно встать и аккуратненько все вот эти вот соцветия удалить. Их прямо вот, ну здесь низкорослые рододендроны, они маленькие, а особенно у больших хорошо, их просто пальцами захватываете и вот так вот выкручиваете. Ну и вот данный кустик уже, цветение у него практически закончилось, там остались кое-где цветочки, его уже самое время накормить. Кормим мы теми же самыми удобрениями, что и для голубики, ну или специальные для рододендронов. В принципе, от принципиального отличия нету. Фосфорно-азотно-калийная смесь с микроэлементами. И вносим таким же образом, как и под голубику, вносим тоже в зависимости от развития куста определенное количество и от вида и сорта, потому что вот данный вид, он невысокий, он где-то, ну вот под метр, метр двадцать вырастает, кустики небольшие. Естественно, рододендрон, как и остальные вересковые, растет в скудных условиях питания и не любит очень много, так сказать, еды. Поэтому его подкормить нужно. Ну, на такой кустик, если в один прием выносите удобрение, наверное, граммов 50 больше не нужно. Если будете вносить в несколько приемов, значит, нужно эту дозу разбить на 2-3 порции и эти порции вносить, рассыпая вокруг кустика, аккуратненько, в несколько раз. Ну, естественно, желательно этот кустик вот так на листе, желательно, чтобы не попадало, или, по крайней мере, встряхнуть это все надо. Естественно, кустик желательно после того, как вы рассыпали вокруг него удобрение, взять и полить водичкой, либо из лейки, либо из шланга. Но удобрение вот желательно рассыпать равномерно вокруг кустика, чтобы корневая система могла забирать его равномерно со всех сторон. Поскольку корневая система растет во все стороны, естественно, то и удобрение тоже нужно рассыпать вокруг куста, чтобы оно равномерно забиралось. Ну, а на осень тоже желательно внести фосфорно-калийную смесь с очень-очень небольшим количеством азота, чисто для того, чтобы усвоился фосфор и калий. Но чтобы фосфор и калий позволил кустику хорошенько древеснять и подготовиться к перенесению стрессовых ситуаций. Грододендроны, как и любые другие растения, также подвержены поражению грибными болезнями, бактериальными, вирусными, ну, а также вредителями. Вот здесь прекрасно видно, как объели края листогрызущие насекомые. Если их уже появляется много, то, конечно, нужно обрабатывать там октарой, децисом или еще чем-либо, чтобы не съели весь куст. Петнистости на листьях различные развиваются. Там циркоспороз, альтернариоз, септориоз. Отмирание побегов у рододендронов встречается. Это вот вызывает такое явление, чаще всего фитофторациномоний, который поражает вот именно рододендроны. Но чаще всего это бывает там, где сильно влажная почва. Вы видите, вот кора идет от слоения прямо у основания. И побег постепенно полностью засыхает. Вот видно здесь тоже вот он, такой огромный, огромная старая ветка. Вот такие ветви, конечно, надо удалять, а растения, естественно, обрабатывать. Желательно быстренько поработать это медсодержащими препаратами, желательно системными. И вот весна-осень все-таки хоть как-то, даже каким-то веничком, но хорошенько опрыскать бордоской жидкостью. Ну вот такие основные моменты с выращиванием рододендронов по уходу за ними. Надеюсь, мои советы помогут, особенно любителям, и у вас, ваши кустики будут хорошо расти, прекрасно себя чувствовать и радовать вас обильным цветением.